вот все готово к покраске это у нас внутренние части лючков рундуков от вот этой большой посудины вот здесь будем сейчас красить мокрый по мокрому то есть слой грунта и затем серебро накидаю здесь также все готово погнали замешивать и вперед погодка у нас прохладная поэтому пользуемся быстрыми отвердителями отвердитель х с экстра fast и разбавитель к нему премиум акрилик тинер fast то есть быстрый качественный материал грунт старта стандартный акриловый тоже х с и все сейчас пройду места грунтом немножечко небольшую просушку и прям погнали сразу красить посмотрим что из этого выйдет вот накинул именно базу все выравнив все зерно идеально ровно как видим никаких яблок никаких пятен левых эти не красились это только в грунт пошли красились именно эти детали вот теперь начинаем будем это все дело закрывать акриловой керамикой вот пользуюсь я ухсом как видим ухс это идет он как лак называется но по составу это уже x10 система до этого была x9 я пробовал ее прекрасная прекрасно себя показала вот некоторые лодки уже по два года больше двух лет идеально блестит на солнце и на соли вообще просто вот прекрасно прям действительно зарекомендовала себя вот это вот а это x10 это еще на поколение выше все на быстрых ультрафаст ухс паст хардер просто быстро опять же с этим разбавителем вот сейчас замешаю эти компоненты и все вскрою это малярный столик все нужно тут все на своих местах абсолютно все все под рукой это может быть на первый взгляд как бы какой-то беспорядок нет порядок тут идеальный ну все погнали закрывать их лаком точнее сказать керамикой обычно специально для вас прямо с пылу жару вон еще лаковое облако стоит цеху показываю что у нас получилось вот такая вот красота эти повторюсь не красили вот это все вскрыли вот так теперь это все выглядит не буду лазить с камерой близко чтобы пыльцы поменьше и так садится пыльца падать и очень приятно потом ее подрезать ну как видим шикардос но вот только для вас эксклюзив прокрашиваю внутрянку всю сюда потом поставим крышки потому как серебро если покрасить отдельно будет разница будет видна разница поэтому все надо красить по месту цвет сложновато сейчас прокрашиваю все внутренности вам посветить не особо видно всю нутрянку там там все вот рундуки все что будет под крышками вот слой накинул уже подсыхает база вот здесь там там ну в общем и сделать эти внутренности он с первого слоя пятна не перекрываются тут вот видим тоже сейчас 2 3 перекроемся мой чко тоже все будет как новенькое все закатаем в лак и будет все супер чики монтами в общем как-то так ну все пятна перекрыли все как видим все шикарно все закатываем это в блеск всю внутрянку и все завтра уже будем навешивать все лючки и готовить ее сверху под покраску ну почистить придется снова еще что-то какие-то манипуляции произвести по подготовке будем красить полностью вот это все все ребро погнали последний рывод хочу вам показать какое облако образуется когда идет покраска вообще караул это еще так скажем не такой большой объем хорошо что в респираторе а так бы был кердос полный ну все вскрыл смотрим вот так все блестит горит блестит все как обычно все как мы любим все в том же варианте в том же качестве все шикарно здесь внутренности вот эти подкрасили сюда налетела это даже и хорошо все выведем все расточен все замотаем серебро вот видите но эта поверхность как не красилась это такая второстепенная вот где-то тряпкой неверный вот когда протираешь где-то что-то чуть-чуть осталось и вот такая фигня вылазить на серебря а по внутрянке все шикарно все открасили внутри рука тоже все открасить так все это выглядит неудобно нагибаться лазишь как не знаю кто чтобы долезть туда закрасить это какой-то караул ну все орундочки шикарный все шикарно вот одна так скажем из страниц нашей трудовой жизни все завтра все цепляем зачищаем почищаем наверно пару дней на подготовку все и закатываем серебро ну из-за борта уже быстренько закатаю видосик вот столкнулись небольшой такой проблемкой но все-таки проблемкой вот эти вот пузырики начинаешь зачищать это вот гляньте снимаешь обнаруживается вот такие какие-то вещи вроде пузырьки вот про то есть надо чистить лак краску вот грудь это пузыри под ним и приходится здесь очищает до вот такого основного покрытия работа так-то трудоемкая очень вот ну придется делать потому как сейчас что можешь сделать любое покрытие которое пойдет сверху со временем этот пузырь продавить вот как тут видно их сейчас я шкуркой прошел чтобы обнажить структуру всех пузырей вот они это все внутри идет отслоение поэтому будем выбирать все до самого основания вот такая вот фигня продолжаем чистить вся суть в том что вот так и и не оставить эти пузыри то есть пузырь под грунтом очищать надо вот до такого состояния вот и вся беда прямо прямо таки беда но делаем потому как надо замастырили такой полок целлофан жесткий над верхом потому как сегодня красить а сверху возможно капает будет вернее возможно капать потому что при сильном ливне бывает что подкапывает не очень бы этого хотелось этот борт тоже готов левый ну и все правы тоже выводим уже сейчас погнали пока грунт не трогаем это я уже сам буду зачищать роман все выводит прямо все хорошо практически идеально как видим вот зачищенная поверхность все убирает полностью все 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 какие-то погрешности абсолютно все убирает все растянем еще целлофан сюда на края в принципе нам носовая часть не нужно сегодня красим кокпит полностью весь уже абсолютно все лючки поставили обратно потому как сейчас я вам покажу потому как краска капризная такая с сиралом потом мелкое серебро и в итоге даже если две детали покрасить отдельно будет разница там немножко больше чуть чуть меньше и все будет давать разницу все почистили обдули обклеили красим вот эти бортики ну соответственно вот это все в серебро идет и здесь все идет у нас серебро ну кроме вот этих сюда просто пускай краска напыляется вместо грунта будет а так вот такая картина у нас маслом здесь отслоение очень много было я вам показывал на бортиках где-то проблема в жидкоре это жидкий жидкая шпаклевка темная темным цветом это жидкая шпаклевка где-то пришлось ее полностью счищать где-то еще прям нормально легла не знаю причину какие-то варианты соображения есть почему так произошло ну по моим соображением корпус сильно охладился когда нанесли не было полного высыхания и начал охлаждаться корпус поэтому скорее всего вот такая беда и случилось просто у меня также было моей практике ну соответственно надо устранять было все причины полностью поэтому вытачивали прям прям до корпуса здесь также все до корпуса вытачивали полностью сняли всю весь жидкарь сняли ну все готовы обезжириваем обдуваем и вперед так ну что у меня практически все готово краска намешана сейчас вам покажу этот цвет противный вредный очень прямо от слова прям совсем вредных вот такое видно вам нет особенного в нем ничего так практически то и нету ну довольно вредно ведра готовы все готово надеваю перчаточки и погнал буду вам показывать самые свежие зарисовки так накинул первый слой у меня лампа вам сейчас не особо видно я вижу вот она у меня переносная поэтому таскаю ее там еще нужно развивать сюда вот первый слой накинул есть кое-какие пылинки места вон там он прям пистолетом задел шлангом сейчас подтачиваю ну и все тут еще сохнет базах здесь подсохло более-менее сейчас буду дальше потихоньку потихоньку разравнивать все серебро и накидывать дальше здесь тоже все прошел вот эти вещи также сейчас будем все это дальше делать пока межслойка идет просушивается слез покурить и сейчас снова бой вот так это выглядит у нас неудобно до ужаса это штурманское кресло так мешает хотели его снять а ну там идет электропровод там их куча и ни одного разъема короче беда прямо поэтому мучаюсь там подлазит там подлазит здесь рука не встает в этом вот мешает и поэтому чтобы перепылов не было пятен на серебре так и так короче короче прямо караул можно сказать но все вот перепылов не видно высыхает сейчас еще сверху накинул прям пыльцу такую всю красоту подниму вот и буду закатывать лаком так то вроде все нормально пылинки допустимые сейчас их тряпочкой по убираю у меня вот такие вот салфетки липки и ими это все делаю ладно покажу результат какой туманище лаковая стоит облака весь цех но все сейчас финальный слой лака и покажу что там происходит прям очень очень быстро все прилипают к лаку это я вот так отлепляюсь от пола от лака вот так это все выглядит еще туманчик стоит вы можете это все увидеть самыми первыми вот такие вот это дело открасили лаком залито все просто есть пылинки небольшие потом они выточатся вот кое-где он потечки срываются прям наплывчики такие но это тоже все уберется все вот так она у нас выглядит не сказать что мне прям все это идеально нравится вот вот так скажем по моим оценкам на троечку такую крепкую прямо крепкую крепкую троечку вот все лак растекается только-только здесь вообще залито стекло по верхам просто стекло все держится держится здесь тоже все залито растекается подтекается это вот так вот открепляет вот так и ходит ну в общем все я пошел на низа потому что вам снимаю без респиратора а пыль здесь вот такая вот облако стоит химическое все забираю респиратор забираю пеколь вот и все готовченко ну все до скорых встреч все пеколь помыл отмыл вся химия все чем пользуемся он стоит облако караул без респиратора тяжеловато здесь находиться поэтому все отключаю сворачиваюсь и еду на на лодку долго тут находиться без респиратора не есть хорошо молоко обязательное условие молоко для всех маляров это прям нужно так все отключаю там свет наверху есть готова молоко с собой еще костюм скинуть ну и все осядет облако потом уже завтра может засниму ну в принципе вы так видели все так особо прям интересного но сказать прям особо интересного нету но интересно у нас все и всегда и каждый день поэтому мы этим и занимаемся всем доброго утра хорошего дня включаем свет время у нас 7 часов утра и мы идем смотреть вчерашнюю работу что у нас получилось я сам еще не видел с утра ничего только все включаю вам чистый эксклюзив зажигаем свет и полезли наверх посмотрим что у нас тут происходит такс 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 развернем лампу сюда так ну что происходит так прям довольно себе здесь были много это под подушками но это все отполируется вся пульс режется ну довольно таки прям нормально все встал лак стал отлично 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 так здесь у нас был небольшой наплывчик вот вот он но он не потек остановился пистолетом так проходил и сюда заходил поэтому прям наливал лака прям от души ну что сказать вполне себе пылинки нападали ну это все лечится все прямо ну-ка покажу вам на блеск ну вот блеск камера конечно не передает этого всего но глубину лака видно что все абсолютно залита у нас вот так вот он плинки небольшие вот она одна на блеске видать все это вытачивается у нас так это смотрится ну классно не так чтобы прям на отлично есть тут небольшие нюансы но общая картина общая картина неплохая прям довольно таки все горючая блестючая ха 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 вот все как обычно ну нормально в общем то нормально все отлично все растеклось где-то подполировка будет все что что сказать пускай кристаллизуется денек денек не будем беспокоить это все и будет нам счастья ну вот и все рабочий день окончен а нас ожидают два дня штормов будем штормовать кушать чипсы смотреть фильмы и отдыхать высыпаться а 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 мы 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 и мы мы crude Субтитры сделал DimaTorzok